Владимир Маяковский и Сергей Есенин Существует множество легенд о поэтических и не только схватках Есенина и Маяковского. Одна из них основана на реальной истории. В 1923 году оба поэта выступали на поэтическом вечере, посвященном открытию занятий в Литературно-художественном институте. И под конец мероприятия Маяковский и Есенин начали по очереди представлять свои произведения, точно соревнуясь друг с другом. Время шло, и этот эпизод стали пересказывать, как напряженное противостояние последнего поэта деревни и первого поэта революции, полное едких комментариев, громких заявлений и обоюдной ненависти друг к другу, что совсем далеко от правды. Цитата. «Есенина я знал давно, лет 10-12. В первый раз я его встретил в лаптях и рубахе с какими-то вышивками-крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны, но малый он был как будто смешной и милый. Владимир Маяковский. «Как делать стихи»? Маяковский был противником иммаженизма, но не Есенина. Его он во враждебном литературном направлении выделял как талантливого поэта. «Мы ругались с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него иммаженизм», – вспоминал он. В мае 1922 года Маяковский в разговоре с журналистами «Рижской газеты» сказал, когда речь зашла об иммаженистах. «Из всех них останется лишь Есенин. Что ни говори, а Маяковского не выкинешь, ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся», – говорил уже Есенин о своем заклятом друге. Судя по воспоминаниям Маяковского, в их отношениях были и совсем мирные периоды. «В эту пору я встречался с Есениным несколько раз. Встречи были эллигические, без малейших раздоров. Есенин даже почти присоединился к Лефу, но его остановило несогласие Маяковского на вступление в объединение всей группы иммаженистов». Писатель Матвей Ройзман рассказывал, что в редакции журнала «Новый мир» наблюдал, как Маяковский громко хвалил в секретариате стихи Есенина, завершив свою рецензию фразой «Смотрите, Есенину ни слова о том, что я говорил». Чертовски талантлив. Так Маяковский отзывался о Есенине, по воспоминаниям поэта Николая Асеева. Впрочем, поэты действительно часто критиковали творчество друг друга, вступали в споры, обменивались саркастическими письмами и даже упоминали друг друга в эссе. «Мать честная, до чего бездарны» поэмы Маяковского об Америке. Сергей Есенин, «Железный миргород», 1923. «Ну, Есенин, мужиковствующих свора, смех, коровую в перчатках лаечных, раз послушаешь, но это ведь из хора, балалаечник». Владимир Маяковский, «Юбилейное», 1924. Однако основой взаимной критики поэтов была не личная неприязнь, как многие полагают, а принадлежность к разным литературным направлениям, разные представления о роли поэзии и предназначении поэта. И все же оба поэта понимали силу таланта друг друга. И именно Маяковский написал, пожалуй, один из самых пронзительных откликов на смерть поэта – стихотворение Сергею Есенину. «Нет, Есенин, это не насмешка, в горле горе комом не смешок. Вижу врезанный рукой помешков, собственных костей качаете мешок. Прекратите, бросьте, вы в своем умели дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой такое на свете не умел». Правда ли, что Маяковский и Есенин ненавидели друг друга?